Дорога на родину для этих незаконных мигрантов начинается у приемника-распределителя, куда они были доставлены несколько дней назад за нарушение миграционного законодательства. Все они выходцы из бывших союзных республик. В Россию приехали с одной целью – на заработки. Большинство из них работали, скорее всего, въезжали по трудовой визе, но и потом оставались сверх квоты и все. Сверхвремени. Кто-то поступал в ВУЗ и приезжали как студенты. Ну и потом, не поступив, тоже оставались и здесь работали. Каждую неделю на родину с территории Тверской области депортируются десятки нелегалов. С начала года уже выдворены около 400 человек и 300 еще ждут своей очереди. Процедура эта не всегда проходит гладко. У многих нарушителей попросту не оказывается документов, а кто-то и вовсе теряет их нарочно. Такие граждане задерживаются в спецприемнике еще на 3-6 месяцев до установления личности. На этот раз домой в солнечный Таджикистан едут очередные 30 человек. Оценить все прелести железнодорожного транспорта им не доведется. Путь домой будет коротким и комфортным. Под покровом ночи у спецприемника нелегалов уже ждет автобус, который доставит их в аэропорт Домодедово, где они получат на руки билеты на самый бюджетный утренний рейс и через несколько часов лета ступят на родную землю. Абсолютно все расходы по депортации берет на себя Россия. Организация такого путешествия в нашей стране обходится недешево. Только средняя стоимость одного билета на рейс Москва-Душан-ВБ составляет 9 тысяч рублей. Вы как-то с удовольствием едете? Ну, конечно. А почему? На родину это всегда на радость. А за что вы были в полиции? Потому что даком не было. А вы как с удовольствием возвращаетесь на родину? Да. А почему? Да потому я люблю свою страну. А почему тогда в Россию приедете? Чтобы зарабатывать. А потом вернетесь в Россию, нет? Нет, никогда. Потому я не хочу. Всем нарушителям миграционного законодательства путь в Россию заказан на целых пять лет. Однако вместе с тем мигрантов на территории страны меньше не становится. Во-первых, прибывают все новые лица. Во-вторых, депортированные нарушители запросто меняют фамилии, имена или просто-напросто буквы в персональных данных и без всяких преград снова приезжают в Россию. Валерия Королева, Максим Андреев, РНТВ-пилот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова